Говорите. Меня слышно? Слышу, Игорь Михайлович. 1 Иоанна, 2 глава, 26 по 27 стих. Я вчера на вечернем правиле это читала, но не поняла ни самоописание, ни толкование. Могли бы мне разъяснить. Сейчас я вам зачитаю. Это я написал вам об обощающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас ему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, то вы пребываете. Что означает, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас? Как это понять? Да так и понимать надо. Затауз говорит, научитесь не задавать вопросы. Судя по возрасту, вам надлежит быть учителями. А вас снова нужно кормить молоком, как ребятишек маленьких. Он берет по шкале, которая должна быть, но мы не такие. Поэтому мы нуждаемся в помощи. Иных поставил учителями. Но Дух Святой в равной степени дает. Он не меры и дает. Вот об этом и говорит. Дух Святой. Мы получили помазание. Прикосновение Духа Святого. А Дух Святой почему тогда не открывает? Должно быть открыто. Более глубокое что-то. Там учителей можно взять. А так, вера во Христа Спасителя, что Он второе лицо Троицы и прочее. Это все дается каждому. А у нас верующие причащаются и еще не верят в воскресение из мертвых. Вот так. Так, все, никого больше нет? Отхожу. У нас это вышло. Привезли книгу Кривкостью на православие. Там фотография ваша есть. С генералом вашим. Ему приятно будет. Владимиру Павловичу. Да, покажи ему. Покажи ему. Ну вот, надо как-то через Лену выходить и приобретите. Хорошо. Чтоб было кому подарить. Хорошо. Спасибо. 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 .